Итак, друзья, прогуливаясь по набережной Марамарного моря, хочу вам рассказать, какой здесь интернет, где можно купить интернет, и где лучше купить интернет. Здесь очень много различных опций водофонов, но там интернет дороже, сразу могу сказать, что дороже. Почему? Потому что это официальное представительство, ну и так программария, если рассудит, если, естественно, освежает пяти вертель. Я сейчас был в одном из районов, более редный район Турции, Турции Стамбула, он находится ближе к окраине города, и зашел просто в первый попавшийся мне сотовую связь, так назовем, да, газетчик сотовой связи. Я спросил, сколько стоит интернет, интернет там стоил 200 минут бесплатно, плюс 20 гигабайт интернета на один месяц, ну на один месяц, стоил всего лишь 200 лир. В опциях водофона эта цена была, ну, больше, честно скажу, больше, потому что я заходил в Кашу. Поэтому для вас такой лайфхак. Если вы хотите подключить интернет, то просто, допустим, отходите от центра города, потому что как у вас в любом случае все дороже. И, ну, магазинчики сотовой связи, покупайте уходим в интернет. Для этого им потребовал все больше мой загранпаспорт, который, естественно, был за собой. Я спустил 200 лир, и буквально через пять минут, уже через пять минут, у меня заработал интернет. И это супер, это очень быстро, без каких-либо проблем. Но я там женщина, которая начала объяснять, что идет ли смс при включении к интернету. Плюс она вышла мой телефон, взяла там какие-то определенные свои коды, отправила. Ну, не знаю, что такое просто, если у меня есть месяц бесплатного интернета, он мне нужен не до месяца, конечно. Но месяц резкого бесплатного интернета, 20 гигабайт, плюс 200, кто у меня есть. Так что такая информация для вас, кому нужно, возможно, пригодится, кто будет в Турции, в Истамбуле. Ну, это можно сделать, как я сказал, чуть-чуть отходить от цены. В Турции церкви, все цены, ну, завтра. На этом видео заканчивается. Не забывай подписаться на канал, будет еще ничего интересного. И всем, как здесь в Бальке. Спасибо.